Жизнь, Господи, у Исаака чего началась? С жертвопродушения Исаака, да? Исаак чуть был не был принесен жертву. И несмотря на это, Господь, видите, Он не воскресил Исаака, заменил его, да? Заменил его на жертву на ягненка, и Аврааму были даны благословения дополнительные, и дополнительные благословения были даны Исааку. И вот Исаак сам испытал, чего стоит благословение. И Исаак взял в подготовку на себя инициативу к особому благословению своего сына Исаава. Он понимал, что это благословение будет иметь решающее значение в жизни его сына. Видите, как интересно. Между Исаавом и Исааком не было существенной разницы. Если между Исмаилом и Исааком была разница, да? Исаак был кто? Сыном Завета. А Исмаил, да, он не был обещан. Он не был обещан как Завет. Но между Исаавом и Иаковом была какая-то разница? Не было, да? Они были близнецы. Хотя они не были похожи друг на друга, да? Ну, как будет, если бы это однояйцевые близнецы, да? И двух. Значит, поэтому они не были похожи друг на друга, но они были близнецы. Разница в них только. Один чуть раньше вышел, да? А другой чуть позже. И то он хватался за пятку своего брата. То есть, разница была буквально, ну, в несколько минут даже или секунд. Правда? Но Бог, сказано, в самом начале, еще до сотворения мира, может быть, он знал, что родятся Исаав, да? И родятся Иаков. И Бог, как избрал Иакова, когда еще никто из них не согрешил и не делал ничего-либо худого. А Исаава что? Отверг. Отверг. Мы уже разбирали это слово, да? Отвержены. Это ненавидеть не совсем точный перевод. Он отверг. Но всегда благословлялся обычно первенец. И, как мы видим, с этим вопросом, кого благословлять, у Варама не было проблемы. Правда? Но у Исаака эта проблема была. И некоторые говорят, что... Вообще-то, видите, Иаков, он такой обманщик. Он такой нехороший. Он отобрал у своего брата благословение, которое ему полагалось. Но есть и другая точка зрения, да? То, что надо слушать Бога. Надо не просто благословлять так, как ты хочешь, но благословлять того, кого хочет Бог благословить и как хочет Бог благословить. Оба сына имели право на благословение. Оба. Оба были благословены, но разным благословением, да? И Бог приготовил именно благословение для кого? Для Иакова. Помните, интересная вещь получается. С одной стороны, Иаков умирает. Да? С другой стороны, он как умирает, как прощается по-еврейски. Да? Прощается и не уходит. Оказывается, он еще 30 лет после этого жил и потом еще жил. Помните? Да? Вот прошло определенное время, и только тогда он уже умер. Значит, получается, что он, это было состояние, потом еще 100, он прожил, да, я еще 35 лет после этого жил, да? То есть, видим мы, интересное явление. Так что, он умирал или нет? Он думал, что умирал, да? И, как говорят, что он ослеп. А может быть, эта слепота была духовная? Есть такой вариант, что духовная слепота была, да? Вот. Потому что, другой случай, когда он же благословлял уже своих внуков. Да? И как он своих внуков благословлял? А? Да. Правда? То есть, мы видим, что... Или это Яков благословлял. Извиняюсь. А Яков, когда был тоже слепой, но Бог ему дал что? Знание поменять руки. То есть, видите, как интересно. Яков, он имел знание от Бога. А Исаак, он не искал, не вопрошал Бога, прежде чем благословить. Итак, первое, что мы говорим, подготовка к благословению, да? Это подготовка к благословению. Надо подготовить свое сердце к благословению. И прежде всего, нужно вопросить у Бога, да, кого и как благословлять. Хорошо. И, значит, говорит он Исао. То есть, Исаак хотел быть в здравом уме, чтобы благословить своего сына и быть в хорошем настроении. Правда, хорошая пища, она поднимает настроение человеку, да? Вот. Путь сердца мужчины, как говорят, лежит через желудок. Отсюда, если вы благословляете, и у вас зло на сердце, или вы как-то спешите, то лучше можно воздержаться от благословения до следующего раза. Правда? Вот. То есть, родители должны быть уверены, что благословение обогтит жизнь детей. И будут последовательно делать это для укрепления их жизни. В отличие от него, мать, и это были оба ее сына, правда? Она их обоих любила, имела откровение от Бога, и благодаря действиям Ревеки, Исаак избежал неповиновения Божьему указанию. Можете записать, что есть такое мнение? Только благодаря действиям Ревеки или Римки, Исаак избежал неповиновения Божьему указанию. Вот если бы он был более внимательный к воле Божьей, да, то это могло бы лучше подготовить его. Лучше подготовить его. И он бы знал точно, как благословить. Хорошо. Вот. Теперь, значит, относительно Иакова и Иосифа. Когда Иосиф пребывал в Египте, и Иаков тоже был болен, да, тоже был слаб, и Иосиф его подводит двух своих сыновей, Ефрема и Менеше. Кто был старше? Менеше был старше. А кто получил большее благословение? Ефрем, да? Всегда так считалось, что правая рука больше благословляет. Ну, потому что правая рука сильнее, да? Говорится, десница Бога, то есть рукой сильной, да, Бог все делает. И должна была правая рука лежать, он тоже плохо видел в это время, и поэтому Иосиф специально его подвел так, чтобы правая рука лежала на ком. На старше, на Менеше, да? Но он сказал не так, да, и скрестил руки свои, и возложил правую руку на Ефрема, да, а левую на Менеше. И в данном случае, видите, Иаков правильно поступил. И кроме того, что интересно, что какое благословение получили Ефрем и Менеше? Ну, больше сыновья получают благословение или внуки? Больше старший сын, да, потом сыновья, потом уже внуки. Но он фактически усыновил своих внуков, да? Потому что эти внуки имели такую же долю, как и сыновья. Имели такую же долю, как и сыновья. То есть это очень интересно. Это очень интересно. Всех внуков поставили в ряд по старшинству. Бабушка, дедушка сидели рядом на стуле, чтобы было удобно загадать руки для благословения детей. Младшие дети, видя, как старшие при благословении приклоняют колено, склоняются головой перед прародителями, встали в очередь и повторяли за ними до конца благословение. В комнате ощущалось присутствие Господа. Так пишет автор вот этой книги о благословении детей, когда он наблюдал благословение в еврейской семье, да? У евреев большие семьи бывают. Там бабушки, дедушки, внуки, правнуки. До конца благословения в комнате ощущалось присутствие Господа, которое приводило детей и родителей, и бабушек, и дедушек в особое благоговерное состояние перед Богом. Вот так могут прародители, и дедушки, и бабушки, и отцы благословения детей и внуков. И еще, видите, об благословении правой руки. Благословляющая правая рука. Рукой, дающей более сильное благословение, всегда считалась правая рука. Вот смотрите, Ишуа Мессия был посажен на небесах в какую сторону? По правую сторону. Вот еще такое интересное. Вот такое интересное положение. Когда была свадьба моего сына, значит, поставили моего сына, и рядом поставили жену или невесту моего сына. И ее поставили с какой стороны? С правой стороны. И в церкви почему-то начал все ропот, что муж должен стоять с правой стороны, да, а жена с левой стороны. А я выступил. Говорю, это не по-еврейски. А Ишуа с какой стороны стоит? С правой. Правая сторона это Господа. А жена благословенная Господу под его правой рукой. Видите, у еврейских и нееврейских традиций есть некоторая разница, да? Есть некоторая разница. И Иосифу не понравилось, когда он видел, что его отец дает более сильное благословение его младшему сыну Ефрему. Он пытался переложить правую руку отца на голову Минаша. Однако Иаков отказался изменить положение рук, сказав, что он знает, что делает. Видите? Интересно. То есть, фактически, дальше благословение. Мы посмотрим, когда Иаков благословлял своих сыновей, да? Иаков благословлял своих сыновей. Значит, первое благословение должен был получить кто? Рувим. Рувим. Да, ну мы будем завтра говорить, что благословение Моисея очень похоже на благословение. Ладно, я уже продаю завтрашнюю тему, да? Вот. И, видите, Рувим должен был получить благословение. Но Рувим, он что? Да, он потерял это благословение. Почему? Потому что он согрешил вот таким грехом, как мы уже с вами вчера говорили. Первое, второе, Калифинум, да? Помните, который согрешил со своей мачехой, да? Вот. И, однако, он был прощен, да? И, между прочим, говорят, есть такая традиция еврейская, что Рувим признался в этом, знаете, когда, после чего? После того, как Игуда признался, что согрешил Стамар. Вот, как интересно, да? Да. Он после этого совершил покаяние. То есть, пример Игуды был для него первым, да? Поэтому Рувим первенство не получил. Дальше Шимон и Леви, да? Шимон и Леви. Они тоже лишились своего первородства. Следующим должен был Шимон быть и Леви. Но они совершили массовое убийство, причем тех людей, которые были готовы уже принять иудаизм. Правда? Да. Так, как они совершили обрезание. Вот. Это было тоже за такие вещи чем наказывали? Смертью, да? Но по милости Божией. Видите, да. Прелюбодейцы и убийцы, да? Но они тоже получили благословение, но не столь сильное, как первенцы. И вот интересно еще. Что колено Леви и колено Шимона. Когда благословляет Моисей, колено Шимона не упоминается. А упоминается коленом Леви. Вот это то, что говорят, когда потомки грешат и ци грешат. Из колено Шимона, старейший из колено Шимона, вот этот из старости колено Шимона, он согрешил с Моовитянкой. Помните? Вот. А из колено Леви, да? Пенхаз, он что взял? Убил его, да? И поэтому, хотя колено Шимона было старше, и Шимона продолжала грешить, да? И Моисей не упоминает колено Шимона своего благословения. А Леви получает благословение выше. Следующий кто у нас? Иегуда. И Иегуда получает благословение уже вместо тех сыновей. То есть, видите, как интересно. Младший иногда может наследовать, если старший, что недостойный. Каждый из них получил определенное благословение. И это благословение, они отразились на судьбе этих народов. И здесь мы видим, Иаков проявил какое? Зрение хорошее, да? Божье зрение. Хотя физическое зрение у него какое уже было? Уже было к тому времени слабое. Поэтому, когда благословляешь, очень важно искать те слова благословения, которые дает тебе Господь. Вы согласны, что благословение – это в какой-то мере пророчество? Правда? Поэтому надо искать правильные слова благословения. Есть традиционные слова благословения, но ничто не мешает нам говорить еще какие-то слова благословения, которые дает нам Господь. Хорошо. Так, как разрушать проклятие детей? Вы согласны, что благословение разрушает проклятие? Да? Вот. Видите, и благословение разрушает проклятие. В Новом Завете есть различные типы проклятия, которые влияют на наши дни. Вот, к примеру, проклятие такое в послании Галатам, апостол Павел. А все утверждающиеся на делах Закона находятся под клятвы, ибо написано «проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона». Это проклятие человечества разрушено распятием Иешуа Мессии. Христос искупил нас от клятвы Закона. Как же вы это должны понимать? Закон, он дает какое-то определенное наказание. Да? И какое это проклятие у нас есть? Вы говорили «арур». Помните? Да? Арур – это которое проклятие гнетет нас. Это наказание. Наказание за какие-то вещи. Да? И такие проклятия Иешуа Мессия снимает с нас. Но бывают у нас какие-то наследственные проклятия. Проклятия связаны с тем, что оккультизм был в семье и так далее. И видите, когда мы принимаем Иешуа Мессии, они оказываются, что не снимаются. Вот, казалось бы, теоретики, мы такие великие, говорим, что в теории все проклятия должны исчезнуть. Да? Но здесь, как говорится, Иешуа, какие проклятия сейчас? Все проклятия. А где сейчас написано «все проклятия»? От проклятия, да, от проклятия закона. Дальше. «За грехи, ибо возмездие за грех – смерть». Так. А я еще говорю о каких наследственных проклятиях. Люди виноваты в этих проклятиях сами? Нет. Но проклятие продолжает, да, как говорит Дерек Принц, эта темная рука, которая тянется к человеку из прошлого. Да? И такие проклятия мы должны разрушать. И такие проклятия мы должны разрушать путем благословения своих детей. И мы благословляем детей. Если у нас есть проклятие бедности, да, мы благословляем детей благословения богатства. Мы провозглашаем, что никакое проклятие не имеет власти над нашими детьми. Потому что мы посвящаем этих детей Господу. И это не наша собственность. Это собственность Господа. Это не наша собственность. Это собственность Господа. Правда? Они твоя собственность. Поэтому есть особая традиция посвящения детей. Да? Помните, дети приносились в храм. Для того, чтобы над ними произнести благословение. Ишуа тоже приносили в храм. Да? И очень хорошо, если дети наших привозят в общину. И их благословляет вся община. Правда? И их благословляет вся община. И это тоже будет способствовать тому, что проклятие, которое могут быть. Дети сами не прокляты, да? Но на них лежит проклятие. Через нас, через наших предков. Может, даже некоторые мы не знаем. И еще мы должны благословлять, знаете, буквально, даже девочек благословлять, чтобы они хорошо вышли удачно замуж. А мальчиков благословлять, чтобы у них были хорошие жены. И это надо делать не за месяц до свадьбы. А когда надо делать? Да, когда они еще маленькие, но уже можно их благословлять. Видите? И это вырабатывает личные качества ребенка, да? Это вырабатывает личные качества ребенка. Когда они слышат эти благословения, они слышат желание вашего сердца. И в них нечто рождается, да? И будет уже отношение к будущей жене и к будущему мужу совершенно другое. Если ребенку говорят, вот ты, понимаешь, не будешь учиться. Вот будешь бендюжником, как твой папа. Ну, бендюжник это что? Ну, будешь на мусоровозе работать. К примеру, да? Бендюжник это извозчик. Будешь на какой-то низкооплачиваемой работе работать. И так далее. Да? Знаете, говорят. Мы благословляем это детей или проклинаем? Значит, мы должны помнить, что любая работа хороша, но если она делается по воле Божьей. Да? Кому-то надо быть и бендюжником, в конце концов. Но мы должны благословлять будущую работу. Вот. А кто такой шмаровозник? А шмаровозник это профессия. Это тот, который вазы мазал. А я вот тут еще проходил и вспомнил, что на Сахалине еще такая есть профессия сушка-руб. Сучка-руб. Сучки-руб. Суки-суки. Да. Бендюжник это что? Извозчик, который на грузовом автомобиле работает. Хорошо. Не будем углубляться. Итак. Хозяин тележки. Да. И мы должны благословлять ребенка к изучению Торы. Мы должны благословлять ребенка, чтобы он был хорошим верующим. Поэтому я вам прочту полное благословение детей. И мы выучим только небольшую часть благословения, которая является традиционной. И так у евреев принято благословлять сыновей и дочерей перед уходом в синагогу таким благословением. Да сделает тебя Господь подобный Ефроиму и Менаши. Это кому мы говорим? Мальчикам. А девочкам как говорим? Подобно Ривке, Рахель и Лея. Да, Сары, Ривке, Рахель и Лея. Сара старшая, Ривка, потом Рахель и Лея. Хорошо. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да? Да озарит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Я, Р. Я, Р. Ор – это что? Свет. Да? Так. И дальше что? Третье благословение. Да обратит Господь лицо свое на тебе и даст тебе мир. Да будет воля Отца Небесного дать сердце твоему, любовь к Нему и страх перед Ним. Да будет богобоязненность на сердце твоем во все дни жизни твоей, чтобы не грешил ты. И да будет в тебе влечение к изучению Торы и ее заповедей. Взгляд твой да будет целеустремленный. Уста твои будут вещать мудрость, а сердце будет трепетать. Руки твои будут заниматься исполнением заповедей. Ноги твои да поспешат, чтобы исполнить волю Отца твоего Небесного. И пусть даст он тебе сыновей и дочерей, праведников и праведниц, занятых Торы исполнением заповедей во все дни жизни. И да будет твой источник благословен и даст тебе пропитание дозволенным путем в спокойствии и с прибылью от его широкой руки, а не от даров смертных. Пропитание, чтобы ты был свободен для служения Господу и будь записан и закреплен на хорошую и долгую жизнь среди всех праведников Израиля. И что мы говорим? Амин. Итак, сыновья, есимха Адонай ке Эфраим ве Менеше. Да? Есимха да сделает тебе подобных. Здесь корень не симха, радость, а самех. Самех означает что? Прислоненность, да? Прислоненность, приобщенность к чему-нибудь. Отсюда смехут. Есимха Адонай ке Эфраим ве Менеше. То есть, уподобит тебя Господь Ефрему и Менеше. Почему мы не упоминаем всех сыновей Якова? Потому что Ефрему и Менеше мылость была. Благодать на благодать. Те сыновья все получили просто благодать, да? А внуки получили благодать на благодать. Были в это время уже внуки? У всех были внуки там, да? От всех сынов. Но эти внуки оказались в особом положении. Хорошо. Следующее. Да, детям, девочкам. Девочкам. Есимех. Есимха, видите, это мужское обращение. Есимех. Это для девочек. Есимех. Да уподобит тебя Господь. Ке Сара, Ривка, Рахель, Ве, Лея. Мы сначала говорим Сара, потом Ривка, по старшинству, да? А почему Лея была старше, а Рахель была младше? А мы упоминаем раньше Рахель. Потому что Рахель была что? Любимой женой, да? Вы знаете, что у Рахель родился сын Иосиф, да? И чьи дети были особо благословлены. Поэтому Рахель имеет особое благословение. Ве, Лея. Лея. Дальше мы говорим. Евареха, Данай, Ва, Ишмареха, да? Евареха, это Браха, Еварех благословит, Ха, как мы говорим, тебя. Но почему-то меня тоже немножко удивляет, что и к мужчинам, и к женщинам одинаково. Правильнее было бы Еварехех. Но мне кажется, что это потому, что такая формула именно в бытие, да? Берешь, это не в бытие, в этом дворе, в шестой главе, да? Или чисел? Чисел. Я что-то уже к концу рабочего дня начинаю путаться. Вы меня уже поправляете. Склероз у меня, да, склероз у меня. Но ничего, слава Богу. Итак, значит, чисел, да, шестая глава. Там содержится это благословение. Евареха, Данай, Ва, Ишмареха. Шамер, это что? Сторожить, да? Сторожить, хранить, значит. Благословит тебя Господь и сохранит. Я-эр, Аданай, я-эр, да, свет. Я-эр, значит, пусть осветит Господь, как лицом своим, да? Панавелеха, ве-и-ху-неха. Корень какой? Помните, всегда ищите корень. Хана, да? Хана, да. И помилует тебя. Иса, Аданай, Панавелеха. Аданай, значит, и, что обратит до тебя Господь, да? И свое лицо буквально обратит на тебя Господь в Либане. И есэм, леха, что? Шалом. Да? Сын. Сим означает давать. Помните, мы говорим? Сим шалом, дава у браха. Да? Буквально ложить, да положит до тебя Господь мир. Хорошо. Ой, давайте будем уже заканчивать. И пусть благословение Господне всегда будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.